А с нами астролог Павел Глоба, и у нас есть к нему несколько вопросов. Павел, расскажите, пожалуйста, почему вы решили принять участие в данном мероприятии, в данной неделе моды? Меня сюда пригласили, я видел, какие здесь уважаемые люди. Тем более рядом сижу с Оксаной Федоровой, это кумир моей внучки. Она ее все время рисовала в короне, поэтому она меня просветила, как надо относиться к показам. Я сначала не понимал, но уже начал понимать влияние такого профи. Скажите, а вот в основном моду можно разделить по некоторым эпохам и выделить некоторые стилистические мотивы. Какая эпоха близка вам? Ну, мне близка, как я родился по знаком рака, мне близка все-таки стиль ретро. И вот то, что есть здесь винтаж, допустим, вот это очень хорошо, когда элементы, которые были когда-то востребованы, они все очень красивые. И это реальное, в общем-то, украшение для женщин, то это, в общем, оно импонирует очень. А вот все эти новомодные, не сразу принимаю, как правило, вот люди под моим знаком рожденные, они такие же осторожные в выборе тенденции, в том числе и модных. И они меня в этом плане могут поддержать. На пресс-конференции мы говорили о некой цикличности во времени и о том, что… Да, в временных циклах, конечно. Да, это можно увидеть и в моде. Расскажите, о каком… вот вы упомянули про некий закон цикличности. Есть такой. И в книгах это прослеживается. Можете поподробнее вот это прокомментировать? И вот вы сказали про 2020-2021 год, зимний период. Можете поподробнее сказать, что ждать нам, россиянам, именно от этого года? В лучшую сторону или в худшую сторону у нас будет перевес? У нас будет шанс. У нас будет время перемен. Мы можем его использовать, этот шанс, с позитивом для себя. Можем пропустить. Это от нас зависит. Просто надо быть к нему готовым. Вот даже я советовал, что у меня были американские специалисты, которые для Пентагона делают не только прогнозы, но и аналитические справки. Они тоже говорили о том, что Россию в 20-е годы ждет очень большой подъем. Но они сомневаются в том, что мы можем его удержать. Что мы можем просто… у нас будут те силы, те люди, которые могут, в общем, как бы это использовать. Я думаю, что мы все-таки, у нас будет такая возможность. Где-то после 20-го года, года 22-го, 23-го, у нас этот подъем лет на 17-20. Вот так вот. Так что у нас шанс есть. У нас огромные силы, которые сейчас еще лежат под спудом, им не дают подняться. Но вот это прормет все в огромном таком вот мега-цикле с большими возможностями как раз после 21-го, 22-го года. Я в этом абсолютно уверен. Будем очень надеяться. И вот хотелось бы уточнить. Смотрите, вы сказали, что в книге ранее вы предрекали разделение Украины. Ну и да, и на пресс-конференции, это даже весь интернет можете посмотреть. Мой прогноз, последний раз я его дал в 2009 году в Дом Жури. Его сейчас многие растиражировали. Даже в каком-то фильме меня упомянули о том, что вот он предсказал распад Украины. Угадал, рассказали. Хотя я не угадывал. Я это вот действительно вычислял по циклам. То это именно будет в 2014 году, не когда-нибудь в начале 2014 года. А вот скажите, вот есть ли какое-нибудь такое сенсационное предрекание на ближайшие вот, ну чтобы вот реально заинтересовать наших зрителей, наших подписчиков, что-нибудь такое вот по характеру, как вот с Украиной было? Я считаю, что только 2020 год, когда у нас будут огромные перемены, когда действительно выйдут совершенно другие личности. И я не знаю там насчет лидеров, но то, что команда сменится у нас и политически, то, что у нас будет все на другое время. Это скорее всего конец 2020-2021 год. Вот это я абсолютно четко вижу. Также вижу, что не будет такой большой войны, которую ждут, что будет целая серия мелких ползучих войн. Это тоже я вижу. В 2017 году это будет очевидно. Война, к сожалению, это ползучая, как и Сирии, переползет еще в три других территории. Это тоже очевидно. И как раз вот к следующему году это будет тоже понятно. Это я тоже могу сказать весна следующего года. Она критическая. Пиковая и нижняя точка у нас будет в 2018-2019 год. Потом пойдет на подъем. На подъем, наоборот, после этого. Хорошо. Мы уже на спаде, еще находимся, еще больше из-под будет. Спасибо большое. Спасибо.